Здравствуйте, глубоко уважаемые любители пламевого спорта! Ну что, в это летнее утро хочу вас порадовать прохладной. Внизу у нас температура, градусов ход, не соврать. Сколько же там градусов-то? Наверное, тридцатничек уже. Вот, и, соответственно, ну очень жарко. Поэтому самое время прогуляться по склонам на летничок и порадовать себя прохладой снегов. Высота три с половиной километра, три семьсот. Надо было бы по-хорошему кислород уже одеть, но мы забыли. Ну вот, то есть, смотрите, все ругаются, что видео слишком короткие. Ну вот, сейчас длинные записываем. Смотрите, как мы идем вдоль скалинчка. Вот под нами планировочки проходят. О, красавчик! О, нас везде подымает. Видите, я сейчас покажу вам легит, на которой мы сейчас прогуляем. Представить, какие красивые две скалы. Можно ли между ними прыгнуть? А вот сейчас прыгнем, смотрите. Сейчас я сделаю такой... Вот конем! Ну, и ниже них, но практически. Оп! Совсем низко. Видите, какие красивые озера внизу. Близноватенькие, конечно. Но что делать? Тающий снег туда падает. Вот, и вот он наш ледничок. Пойдем вдоль стеночки. Красивый. Высоту мы уже не набираем. Просто его транжирим. Ну, а вам полюбоваться холодным ледничком и полосатым снегом. Посмотрите, внизу полосатый снег. Там такие розовые, как бы, волны. Почему они образовались? Ну, потом снизим, все лучше будет видно. Потому что шел в саприке, приносило всякие там, не знаю, осадки, неосадки. Какие-то там дождь, в которых было до каких-то песка. Вот так образовались... Сейчас, не лечу, как сказал, красиво. Образовались вот эти вот полосочки. Это снег. Таял, где-то он растаял, где-то нет. Может быть, на леднике тоже так все снег неравномерно тает. Вот и получилось. Полосатый снег. Идем вдоль скал. Красиво, а жуть. Сейчас мы прыгнем поближе к ледничку. И я вам все покажу. Пока просто львуйте скалами, как мы вдоль них шуршим. Вот, какие скалы страшные. А вот сам львык. Сейчас мы дубу описываем и пойдем назад. Красота. Погласитесь. Главное, не бояться, в него не врезаться. Что, что, я сам в шоке. Вот, как тут страшно. Какой весь такой вот. И отсюда назад. Здесь весь кайф, это именно по этому телу ледника назад прыгнуть. Ну и смотрите, я могу себя снять на фоне этого ледника. И потом вот так. Йуху! Йуху! Эх, красота! Вот так мы развлекаемся. Какой он весь белый прям. Очень хорошо. Смотрите, как красиво, а? Я люблю что делать? Я люблю немножечко снизиться капельку самую. И потом дунуть прям по леднику. Как он под фюзеляжем шуршит. Здесь единственная проблема, что крайне сложно чувствовать расстояние до ледника. Вы сами понимаете, что вон наша тень. Кажется, что мы высоко. А мы на самом деле не очень высоко. Ну поехали. Вон тень. 250 сейчас дам. Прямо летим по самому краю. Вот он, полосатый снег. Сейчас начнутся трещины. Это, скажу я вам, глубоко уважаемые любители фланирового спорта, полный кайф. Так мы летаем. Ну а теперь, собственно, просьба, как мы дальше выбираться будем. Он просит рассказать, что мы будем дальше делать. Вот смотрите, впереди край вот этого массива. Там есть от облака. И там вот это когда встанем в поток. Можно и здесь попытаться, но, как правило, здесь наборы всегда пузы. Там возьмем метра три-четыре. Пальцем покажу, где вот там вот тут. Там такая страноцая скала. На ней обычно орлы еще сидят. И вот там возьмем поточек, выкрутим под базу и полетим дальше на границу с Италией. Видите, вот там как раз по центру Гадра, в конце границы с Италией, там конвергенция. И там еще по хулиганину. Так что на этом разрешите откланяться с такими видами на горы. Всего вам доброго, глубоко уважаемые любители фланирового спорта. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова